У вас там, народ, у нас есть Зюфин, и мы продолжаем смотреть сериал новогодней заморозки от Линча, это у нас пятая заключительная серия, чуваки, усаживайтесь поудобнее всем, кто кушает, приятного аппетита и приятного просмотра, ну а мы начинаем. В общем, друзья, прошло около двух часов. Снаружи периодически бегают беляки, но вроде как всё более-менее тихо. Да, она тоже не верещала, значит, она в безопасности. Да я на дом её поглядывал периодически, пока с камеры всё копировалось на планшет. Кстати, про это. В общем, удалось мне всё осмотреть, и теперь я знаю, что пропало у эльфов, и чего они хотят. Сейчас я вам всё покажу. О, серьёзно? Нашёл. В общем, вот, смотрите. Первое. Помните, когда я убегал от эльфов? Браузер, мастерская, усачья, реакция мангуста, что экскурсия, колокол, корзина, колокол исчез? Типа пропал колокол? По рельсам они вдруг начали выкрикивать новую фразу. Так вот, я нашёл её на видео и перевёл. И, в общем, слушайте, что получилось. Берегись, дедушки эльфа. Вы ловили? Беляк. Беляк, это дедушка эльф. То есть, старый эльф. Я бы... А это, типа, молодые эльфы. Назвал его... Капец. Их тоже ждёт такая участь, когда они постареют. Конечно, старым маразматиком, потому что он на стране явно агрессивный. Ну, блин, они это повторяли прям вот так вот без устали, типа, постоянно. Берегись, берегись, берегись. Типа, они думали, что он их понимает. Чем остальные эльфы. Ну, да ладно. Короче, с этим разобрались. Далее, далее, далее я сравнивал две комнаты. Комнату Санты и, соответственно, комнату эльфов. И спустя несколько минут анализов понял. В комнате Санты ничего не пропало. А вот в комнате эльфов... Смотрите. Смотрите на стол справа от экскурсовода. Видите колокол? Это запись камеры дяди Лича. Ну да, колокол. А вот сейчас... А вот запись моей камеры. Ну как вам? Колокол исчез. Его кто-то забрал. И я даже, кажется, знаю кто. Я подраскинул мозгами. Какой-то усач? И еще раз взглянул на все записи. И смотрите, что я обнаружил. Помните, я собирался в пещеру. Иду... А, вот этот усач. Блин, я думал, там шкила какой-то. Ой, я такой иду. Который, типа, не замерз и стырил колокол. Ну, как вдруг оттуда из пещеры выходит злой усач. Толкает меня и ух... Вот козел, а. То есть, ну, неспроста была вот эта вот встреча. А тут же он какой-то, блин, злой был. Ходит. Ну, типа, он, то есть, замерз, получается. И где-то стоит ледышка с колоколом. Но если старый эльф, дед эльфов, вышел из пещеры, типа, рыскает здесь повсюду. Чего он его не нашел до сих пор? Что-то хреновый какой-то он сыщет. Сейчас, кстати, рюкзак. Заметили, да? Вот. А буквально через пять минут, судя по охраннику, все замерзают. Как вам такое? Ага. Это точно он. Точно усач спёр колокол. Ещё бы. Если бы мы с дядей Линчем слушали экскурсию, то я догадался бы раньше. Колокол. Колокол. Зачем, как вы думаете, ему колокол-то? А вот вам и ответ. Сейчас. Ага. Слушайте. Ещё одна. Из чистейшего золота. Смотри, мало. Вон там ещё вроде как пять килограмм. Пять килограмм чистого золота. Вы представляете, сколько это денег? Я в этом, конечно, не сильно разбираюсь, но думаю... Капец. Я думал он какой-то магический, там, волшебный, типа, просто голда. Ну, стоит это очень дорого. Вот. Короче, всё просто. Нужно найти колокол и... Мне интересно, что в папке реакция мангуста. Вернуть его на место. По записи с камеры можно уследить, что этот усач попёр на стоянку. Скорее всего, короче, работа проделана прям то, что надо. Малой красавчик, реально сыщий. А идти по снегу чёрт знает куда не особо хочу. Короче, как вы поняли, мы надеемся на удачу, смотрим в оба и пытаемся не попасться дедушке эльфов. Блин, звучит как-то... Стараемся не попасться беляку на глаза. Или на глаз. Да, беляк звучит получше. Короче, вы поняли. Кстати, дядя Джон... Блин, дядя Джон, похоже, оставил револьвер в машине, поэтому забежим и туда. Ключи у дяди Линча я взял, так что первая остановка машина дяди Линча. Так, на улицу. Не, ну малой капитальный красавчик. Это вроде как... Реально. Тихо. Беляков, кстати, последние минут 20 я точно не слышал. Может, они вернулись в пещеру, конечно, но что-то мне... Не, а типа, а чё он не объяснит этому деду старому, что... Ну, деду эльфов, типа. Чё он ему не скажет, что мал... Это усач спёр. Подсказывает, что нет. Он бы искал бы его. В любом случае, так просто выходить я не буду. Сначала осмотрю территорию, а потом уже... Будем выбираться и искать колокол. Может, он реально от малых отстанет и типа пойдёт, займётся делами и начнёт искать реальный колокол? Так, ну на улице вроде всё спокойно. Идёт снежок. Да. Всё тихо и спокойно. Но беляки могут затаиться где-то в деревьях, поэтому, наверное, лучше держаться подальше от них. Точно. И вести себя потише. Стоп. Походите. А что это... А что это было? Мне показалось, там... Был какой-то... Да! Смотрите, вон он он! Я его сразу и не заметил-то. Я думаю, это труба вообще. Сейчас... Типа он сидит на крыше. Вот крысёныш, а. Вон он на крыше, гад, сидит. Он думает, что его не видно. Ждёт нас. Замаскировался. Вот гад. Вот козёл. Я бы его так и не заметил, если бы не его чёрные грязные лапы. Возможно, и на нашей крыше сидит такое же. Их ведь двое. А то и больше. Ждут, пока кто-то из нас выйдет. Хорошо, что в доме есть и другие выходы. Можно попробовать выйти. А типа эльфы же говорили, берегись дедушку, берегись дедушку. То есть, наверное, один дедушка, второй бабушка. Или типа два дедушки. Потихоньку дойти до стоянки. Так. Но здесь вроде чисто. Я, по крайней мере, никого не вижу. Ладно, нужно... Нужно вести себя потише. Чисто. Никого. Возможно, он, конечно, на крыше. Так, ладно, спокойно. Надеюсь, Беляк просто заснёт на крыше и не будет мне мешать помочь ему же, блин. Да блин, ну козёл. Как он меня услышал-то? Я ведь был максимально тихим. Чёрт, он бежит сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Нужно спрятаться. Куда, куда, куда? Сюда, сюда. Да ну тупой Беляк, блин. Не понимает ни хрена. Что Лукс ему помогает. Где-то здесь. Вообще не Лукс ему нужен, а Усадь. Вот козёл, а. Ты гля. Капец. Это было близко. Чёрт возьми. Пронесло, блин. Вон он. Вон он стоит. Он ищет меня. Ищет меня, засранец. Как он ориентируется? То ли по сволку, то ли по нюху. Я так и не понял. Куда? В пещеру. Он возвращается обратно в пещеру. Всё, там пускай сидит. Ещё вход завалить. Он ушёл. Это мой шанс пройти незамеченным на парковку. Нужно быстрее добраться до неё и найти колокол. Этот-то в пещере, а вот где второй я не знаю. Поэтому нужно действовать быстро. Быть на очагу. И сильно не шутить. Не, ну я надеюсь, что этот усадь замёрз. Потому что если он тоже не замёрз, короче, ну это будет гг. Вернуть колокол и всё, стоит на своём месте. Да не, он должен замёрзнуть, скорее всего. Так, машины. В одной из этих машин должен быть... Должен быть замороженный усач. Здесь никого. Здесь тоже. Но уже где-то. Здесь пусто. Эта машина дядя Линча. Трактор или что это. Вряд ли он будет здесь. Здесь никого. Вижу, вижу. Вот он, гад, попался. О, нет. Не он. Блин. Может, у него усы просто отпали от холода. И это не он. А где он? Здесь тоже никого. Стоп, я что? Я осмотрел все машины. Получается... Получается, усачь уехал. Он успел уехать, что ли? Но как далеко он уехал. Да нет. Как... Как... За пять минут сколько может проехать машина? Даже не знаю. Наверное... Не, ну если он успел уехать, типа... То не факт, что он замерз. Если быстро ехать... Да, ну не, это бред будет. Кто? Мне кажется, он где-то здесь. Наверное, много. Просто прячется. И что же мне делать? Топать за ним, что ли? По лесам? Погода такая себе. Я тоже могу превратиться в ледышку и... Черт. Беляк, беляк. Он увидел меня. Проклятие, он увидел меня. Машина. Что это за машина? О, походу он... Бежит, бежит, бежит. Да, усач. Усач, усач. Есть, есть. Ну-ка. Тихо. Да, усач. Он умеет бегать по крыше и по стену. Какого черта? Усатый козел, а. Был бы он человеком, он бы не стал бы тырить колоком. Песло. Усач. Это же усач. Так, где рюкзак? Спереди нету. Сзади. И сзади нету. Кто же ты его делал-то? Думай, Лукас, думай. Поплатился. Покажник. Он полаг... Пришел стырить колокол, короче, и замерз. Пошел в покажник, по-любому, больше некуда. Но там же Беляк. И он может вернуться в любую минуту. Поэтому нужно действовать. Блин. Надо было сначала револьвер взять. Так хотя бы отстреливаться можно было. Ладно. Надеюсь, рюкзак в багажнике. Ну что ж. Вперед. Вроде чисто. Ладно. Вот он. Рюкзак. Так, давай же. Ух, ё-моё. Какой же он тяжелый. Это он. Колокол. Я нашел его. Все на месте. Блин. Все, теперь можно этому деду, короче. Давайте все. Ладно, теперь нужно, наверное, вернуть его на место. Да уж. Идти я буду очень долго. Но нужно постараться идти быстрее. Потому что Беляки, Беляки не дремлют. Что это? Беляк. Кидай в жопу колокола, беги. Давай же, Лука, давай ты сможешь. Беляк, отстань. Отстань, Беляк. Я же колокол тебе несу. Да, ну блин, он бы его догнал уже. Чипон не донесет его сходу. Ну реально. Тихо, Беляк, тихо. Все, кидим колокол. Я вот для тебя, для тебя несу. Просто брось колокол. Понимаешь? Она твали. Не надо меня желать, пожалуйста, дедушка эльфов. Я же, я же по-хорошему хочу помочь. Я хочу помочь. Ты чего смотришь-то? Что мне делать? Отнести колокол? Что, он может быть хочет, чтобы он ему в зубы засунул колокол? То есть ты не против? А, или он его просто пропустит, типа. Ты не откусишь мне задницу, как только я отвернусь. Надеюсь, нет. Ладно. Блин, окей. Я несу. Ты со мной? Хорошо. Я несу колокол в пещеру. Похоже, он будет сопровождать меня. Чтобы я несу. Ну да, понял. Я иду, иду. Куда-то не туда. Ты не переживай, Беляк. Я как бы несу его вам. Нет, а он зачем? Да несу, я несу. Мне он не нужен. Я понимаю, что это куча денег, но... Та дал бы ему, типа, сам бы пускай нес свой колокол этот. Нет, это не надо, так что... Совсем что ли фигел? Я несу колокол вам. Просто несу этот тяжеленный колокол вам, и... Надеюсь, что ты не любишь разговоры. А, господи, ну, блин. Нормально же общались, но... Я, кстати, теперь могу частично понимать ваш язык. Но не твой. Ты-то вообще не разговариваешь, ты больше у нас кряхтишь. Но не переживай, да все дедушки так делают. И мой... Это в силу возраста. Да не рычи ты на меня, я стараюсь помочь. Вот так вот. Ты, кстати... Ты, кстати, не хочешь колокол понести немножко? Он так-то нелегкий. Не, будь я взрослым, конечно, на 5 килограмм я бы с легкостью донес. Но тут такое дело. Я еще... Я еще ребенок. Поэтому... Эй, да ну тебя. Не хочешь помогать, так и скажи. Тоже мне, блин. Еще подарки детям делаю. Не, ну 5 килограмм, блин, нифига себе. А помочь не хотят. Реально, не такая уж и легкотня. Это как... Несколько... Я-то вам помогаю. Всему вашему семейству эльфов. Вы вообще могли бы просто... Моему дяде Линчу сказать, что нужно найти колокол. И он сделал... Ну хотя я хоть за сколько луку свесит, ладно. ...это за секунду, а вы... Вы взяли и заморозили всех. Ну кто так делает, а? Беляк. Че ты рычишь на меня? Ты же умел разговаривать, наверное. Так разговаривай. Не отречишь, блин. Все, на месте. Не, реально, я думал, типа, эльфы будут на человеческом нормальном языке разговаривать. И типа, расскажут какие-нибудь там секреты из фабрики Деда Мороза. Что теперь-то? Обратно на стол его поставить или как? Ну, наверное, ладно. Так, колокол, отправляйся на место. Дальше что? Не, ну реально, он же лук сломал же там несколько подарков, типа, за них ничего? Что дальше-то? Какое-то заглядание может есть или как? Ничего ведь не происходит, никакой магии и прочего. Колокол на месте. Что еще нужно сделать? Или уже все разморожены? Ты можешь сказать или как? Кого там? Предательские семечки. Вы здесь. Опа. И эльфы. О, эльфы, смотрите. Я верну ваш колокол. Видите, вот он, вот он стоит на столе. Что, об обус? Что они говорят? А, типа, спасибо. Дали бы какой-нибудь подгон, типа, подарочек. Разморозите, а то они уже ледышки, как несколько часов. Так, а это что? Дом-дом-дом-дом-дом. Я не могу предположить, что вы говорите, что разморозили взрослых. Я надеюсь на вашу честность, а то я ведь могу вернуться сюда с револьвером. Ха-ха. Я могу уходить? Ладно, посмотрим. Я сейчас все проверю. Проверю, чтобы взрослые были разморожены. Так, ну они за мной не гонятся. Колокол я вернул. Значит, по идее, все должны быть разморожены. Охранник. Если охранник разморожен, то и все остальные разморожены. Эй, Шуаша! Разморожен! Как ты здесь оказался? Я же сказал тебе приходить с родителями. Ну пошел ты, блин, срак. Ну серьезно, типа. Пока ты стоял ледышкой, типа, тут малой мир спасал. Я... Точнее, вас спасал. Я уже, я ухожу уже, все нормально. Все нормально. А ну стой, ты мой родитель. Так, каток. На катке ведь тоже была куча, куча ледышек из людей. Не, ну все, все расставили, короче. Мама, я стою. Ну да. Они разморожены. Да, получилось. Все разморозились. Все люди. Все люди на катке. Они... Они снова катаются, сидят и... Общаются. Получилось. Значит, мама, дядя Джон и дядя Линч. Они должны быть тоже разморожены. Нужно быстрее вернуться и убедиться в этом. Я спас. Получается, если все... Не вот реально, что бы делали без Лукаса. Если бы не Лукас, то... Навряд ли кто-то из мелких что-нибудь сделала бы. Разморожены, то я... Да я спас эту деревню в одиночку. Агент Лукас спас эту деревню в одиночку. Охранник. Охранник тоже ходит. Получается. Получается, все размораживаются. Молодой человек, а почему это мы гуляем в одиночку? Мама. Не, ну че лукас реально? Мама. Ты что, был на улице? Разморожены. Ты что там делал? Мама. Что с тобой? Ты что делал на улице? Ты давно уже... Еще сюда капаться будут. Вот хреном, блин. А у него все, ну вообще-то на камере есть. У него все снято на камеру. Так что... Пруф и есть. Что ты делал на улице? Кошмар какой-то приснился. Ты меня слышишь, Лукас? Да, ооо, кошмар. Кошмар. Дядя Линч. Зачем тебе дядя Линч? Он уже спит. Дядя Линч. А ну вернись обратно. Дядя Линч. Дядя Линч. Ты чего не слышишь? Я думал ты уже в кровати. Ты тоже разморозился. Что? Ура! Ты о чем вообще говоришь? Да не важно. Они еще типа ничего не помнят. Неважно, дядя Линч. Неважно. Я потом все покажу. Ну, раз неважно, то я тут работаю. Мне надо на письмо ответить. Новая дельца, дядя Линч? Да, типа того. Наклевывается поездочка. Ладно, хорошо. Не буду мешать. Давай, уже спать пора. Не буду мешать. Не, ну мало ли круто, реально. Они все разморожены. У меня получилось. Как бы затащил в соло. Два часа ночи? Время на часах. Такое же, как и до заморозки. Значит, время тоже замерзло. И все эти люди, они... То есть время просто остановилось. Они даже не заметят, что они были заморожены? Кроме... Кроме малявок, Дана. Надеюсь, я... Лукас, мы еще не договорили. Стой, ты куда поправся? Я к соседям ненадолго сейчас вернусь. Каким соседям, ну стой. Тут я понимаю, но рисковый чел. Да, на! Открой, это я, Лукас! Два часа ночи, ало, малое. Все спят, блин. Я вас слушаю, Ген Лукас. А, получилось, твои родители тоже. Да, да, они разморожены. Это твоих рук. А их не смущает то, что какой-то мелкий тип пришел? А моих? В двое часа ночи, типа долбится в дверь. У эльфов, у эльфов украли колоколы, и я им его... Я его вернул, и они... Они всех разморозили. Отличная работа, агент Лукас. Ага, спасибо. Но без тебя бы я не справился. Еще бы, куда ты без меня? Дона, я тебе что сказал? Пора идти в кровать. Кову, блин! Да, папа, хорошо. Чел, в соло вытащил, алло. Давай, завтра увидишься. Да, конечно, до завтра. Капец, все, у Лукаса новая подушка. Эх, получилось. Получилось. Все вернулось на круги своя. Все разморожены. Каково же будет удивление у Сача, когда он приедет к себе домой, или куда он там, а в багажнике будет пустой рюкзак. Представляя его рожа. Надо рассказать, дяденька. Капец у Сатва надо было отдавать этому деду эльфу. Кинчи, чтобы он рассказал другим взрослым. Или просто эльфам, короче. Чтобы этого у Сача больше сюда не пускали. Да. Не, ну Сача реально козел. И пожалуй пока... Типа, окей. Он, блин, настолько тупо все сделал, типа, забродил всех других людей, да еще и сам себя. Сказать ему все записи, чтобы выложил на канал. Надеюсь, выложит. Ладно, друзья, буду с вами прощаться. А то что-то подустал я. Все-то были заморожены, а я тут спасал мир. Охранника, похоже, немного контузила. В общем, с вами был агент Лукас и секретный... Чел просто хорошо погулял на новогодних праздниках. ...материалы. Подписывайтесь на канал Дяди Линча. Ну ты какая-то все равно деревня алкашей. Надеюсь, он это выложит, но я... Я пошел. Итак, друзья, наш отпуск подошел к концу. Встретили Новый год хорошо, было весело. Потом Лукас показал мне записи с камер и сказать, что я офигел. Это прям ничего не сказать. Я рассказал местной охране про того мужика с усами, про колокол, показал запись с камер. Не, ну просто если бы он рассказывал, то реально не поверили. А так он показал, и все, пруфы есть. Ну, просто сомнились. Ну, вроде как, меры предпримут. В общем, что еще сказать? Лукас... Лукас нас спас. Реально. Не побоялся и решил все как взрослый. Ну, а я... Я, наконец, отдохнул и готов выдвигаться к новому дельцу. Нашел интересненькое место, куда мы, надеюсь, отправимся с Джоном. Очень таинственная и загадочная. Кстати, было бы прикольно, если бы у Линча на канале выходила какая-нибудь отдельная рубрика, где главным героем был бы Лукас. Короче, вам должно понравиться. Сейчас мы уже будем ехать домой, но... Ну, типа так, на постоянке выходила какая-то рубрика. Или вообще канал отдельный был бы. Потом отправимся к тому самому месту. Не знаю, мне было бы интересно посмотреть. В общем, с вами был Лукас, наверное, потому что он тут сделал контент. Да, реально, он главный тут. Поддержите его лайками, и тогда, возможно, Лукас будет появляться чаще на канале. Так что пишите комментарии, ставьте лайки, и... До новых встреч, друзья! Очередная страшилка закончена. Новогодняя, последняя. Так что теперь остаются только обычные страшилки-чуваки. Так что да. Пишите в комментариях, что посмотреть в следующем. Так, будет что-нибудь еще в конце? Какая-нибудь... Секретной сценки нет? Ладно. В общем, друзья, на этом все. Огромное спасибо за просмотр. И если вам понравилась моя реакция, то не забудьте поддержать ее лайком и подписаться на канал. День ночи, ребята. Сделали, ало, я видос вообще-то заканчивал, Линч. Хорош тут, блин, своим День ночи. Короче, чуваки, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Нажимайте, чтобы не пропускать новых роликов. Маза пока зачитал нормально. Но с вами был Финн, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok